Я не закончила школу, потеряла маму. В последние годы в школе я в интернате училась и жила. Старшая сестра меня заканчивала растить и воспитывать. В институте училась, сестра помогала мне, Анна Александровна. Ну и много из нашего, вот из мудрости народной, конечно, сестра мне передала. Хотя сама она неграмотная. Ну как сказать, неграмотная, но для того времени это, наверное, было нормально. Она четыре класса закончила. По болезни она не могла продолжать школу. Она мастерица народная, член Союза художников СССР. Вот тогда давали такие звания. Вот не имея образования, она вот такое высокое звание имеет. Но, вы знаете, у нас осталось мало, особенно вот по Амуру, таких мастериц, которые бы были универсальны. Могли они и рыбой кожу обрабатывать, вышивать, орнаменты вырезать. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Мы сейчас выпускаем газету «Абориген». Вот я с благодарностью вспоминаю и помню о народном депутате Залевской Ирины Федоровны. Она делает большое дело, вот она главный редактор этой газеты Федерации. А внутри самостоятельно еще газета в газете «Абориген». Это газета Международной лиги малосистных народов. Ну, тут под девизом «Международный год коренных народов». «Земля Кольская», «Сами». Мы обо всех народах, понимаете, мы в этой газете стараемся раскрыть жизнь народов не только вот наших северных аборигенов. Но в этой газете у нас и народы Кавказа, судьбы женщин. Первый номер была вот такая, одна, один листочек. А это здесь год коренных народов мира. Это я в Нью-Йорке 10 декабря 92-го года выступала во время объявления 93-го года годом коренных народов. О положении коренных народов России, можно говорить много, но можно сказать очень коротко. Во всем мире до последнего времени всегда считали, что в нашей стране нет никаких проблем, особенно национальных, которые относятся к аборигенам. Для всех народов мира и для больших народов в Советском Союзе малочисленные народы вообще представлялись всегда экзотические. Для того, чтобы представить, как живется нашим аборигенам в нашей стране, нужно было прочитать лозунги, что мы самые-самые, что нам живется лучше всех. И понимаете, когда мы затрагиваем проблемы жизни аборигенов, это очень тяжелые проблемы, которые надо было всегда решать. Их не решали. Наши малочисленные народы теряли родной язык, теряли традиционную свою культуру, положительные знания народа, выработанные веками. Мы сами верили в то, что мы живем хорошо, потому что нам сравнивать было не с чем и не с кем. Ученые еще не определили, как нас назвать. Малые народы, малочисленные народы, туземцы инородцы, нерусские народы, ну всяко нас называли. Но я говорю, что мы не туземцы, а российские аборигены. Организация Объединенных Наций, ЮНЕСКО в частности, делает все возможное для того, чтобы организовать и помогать развитию образования для малых популяций северных народностей. И сделать все возможное, чтобы создать и найти фонды, и создать условия для прекрасного прохождения в дальнейшем этого проекта. Гуманистическая цель вашего приезда сюда к нам, это очень здорово, и то, что вы такое расстояние преодолели и приняли участие в нашем Конгрессе, вот за это вам большое спасибо. И я бы очень хотела, у себя там передали наши значки. Я обязательно дам один из этих значок для генерального директора ЮНЕСКО, мистера майора. Прекрасно. Другой для Путраса Калли. Другой для президента Мирового Банка. Это очень важно для решения наших программ. Другой для президента Мирового Банка. Они есть, они уиски. Конечно, вот уже. Ну, потихонечку. Николай Семенович, что получится сейчас? Потому что время-то мы упустили. Это надо было начинать где-то в 50-х годах хотя бы, да? Когда приезжали с Москвы, с Ленинграда, ученые все туда забирали. А на местах-то ничего не осталось. Капитальное вложение в реализацию заданий государственной программы развития экономики. Общие беды, в том числе, не призывали. Андрей Дмитриевич Сахаров был для меня вообще, знаете, ну, недосягаемым, изумительным человеком, который, знаете, ну, святой, вот можно сказать, да? Хотя нельзя обожествлять людей, но вот все его помыслы, вся его жизнь, даже когда он выступил, что нельзя нам атомную бомбу продолжать, развивать там, изучать там, сделать усовершенствование. Каждая бомба уносила с собой сколько жизней. Он это хорошо помнил. Это же трагедия ученого. И когда началась травля, когда обвиняли его, что он предал армию, и когда стали выступать женщины, особенно из Узбекистана, когда она говорила, что мне некогда, надо идти, детям в школу надо. И в это время мимоходом, понимаете, вот этот момент, вот мимоходом она вот так поставить этого человека к стенке, предать всенародному презрению. И тогда я поняла, что она о нем вообще ничего не знает. Она его, о нем, наверное, только на связи и услышала. В то время постоянно чувствовала, что в воздухе вот это зло. Просто материализовано и летает вот тут. И я задыхаюсь от этого. И я знала, что я должна сказать, но в то же время я хорошо понимала, что это могут быть мои последние шаги в Верховном Совете. Но я ни сказать не могла. Ну, как этнограф, знаете, я что скажу. Женщина была призвана рожать детей, воспитывать их для продолжения рода. И каждая мать желала, чтобы ребенок у нее был очень хорошим человеком. Чтобы с этим человеком всем было рядом тепло. По-моему, это очень важная задача женщин. Ну, у нас вот история развития человечества и судьба жизни, вот которая, дорога, которую она прошла, говорит о разных моментах жизни в судьбе женщины, разные моменты. Женщины были у нас и командармами были. Вот я имею в виду, в советское время водили полки. Потом была у нас женщина капитан дальнего плавания, помните? Летчица, космонавты. Стремление освоить профессии, которые не свойственны для женщины. Я думаю, что это тоже хорошее стремление. Но если уж женщина пошла по этой дороге, то на все остальные, как сказать, разрешения остальных проблем женских, наверное, остается мало времени и места. Приходится этим женщинам жертвовать чем-то, ну, чтобы достичь того, что она сумеет, именно она одна и считает, что она сделает лучше. Я собираюсь в дальнюю командировку, беру я с собой вязание, и думаю, что в самолете, может быть, я выкрыл какое-то время и свяжу я там, наметила себе кофточку связать. Ходила я на курсы, два курса кончила, кроки шитья. Очень люблю рукодельничать. Но на это сейчас времени не остается, только есть надежда, что где-то я выкрою часик, два и сделаю это. Но когда идет к тому, что я все же выкрою время, обязательно какая-то проблема у кого-то, и надо бежать. Последний раз, когда я была в Женеве, вот работа была над проектом Декларации прав коренных народов, там мы проговаривали о том, что не надо уже дольше работать над текстом, улучшать и улучшать, нам надо быстрее принимать. Для всех народов это очень нужно. Всегда моей мечтой было, и то, что я делаю, все было направлено на то, чтобы наши народы стали цементирующим звеном объединения всего, что у нас в России. Для наших народов испокон веков никогда не было разжигать национальную вражду, рознь, потому что жили трудно, и дружба, взаимопомощь, отношение доброе к соседу было самым главным. Иначе мы бы не выжили в этих тяжелых климатических условиях вот Крайнего Севера, Чукотки, Камчатки. Да и у нас в тайге тоже ведь нелегко было. Возрождение малочисленных народов, такая программа, она должна стать блоком федеральной программы, то есть государственной программы. И там есть строка Возрождение традиционного искусства малочисленных народов. Это вышивание, орнамент, обработка рыбьей кожи, кожи дикого зверя, шитье, да? Ну все. Что мне очень хотелось? Во-первых, денег в бюджете федеральном мало, вы сами знаете, очень трудно нам дыры затыкать, очень серьезные. Я стараюсь искать людей, которые бы могли помочь. Вот сегодня со мной приехали руководители фонда христианского по развитию малочисленных народов. Белорусские бизнесмены закупили бисер, чешский, керамический. Здесь 10 цветов. По 2 килограмма я вам даю. Тогда я буду сихаршую. Алла Корфуна, вот это тоже. И банеха. Так. Банеха. Мне очень хочется, чтобы вы постарались сделать сувениры. Бисерть, лгаладячи. Ой, бусупы так. Уйду дохода сесс. Аба. Ака. Акабинь, сирбинь, не сихай, когда лгалагутайся. Вот, теперь, теперь шею все хочешь, вышивай. Такую красоту. А еще вот это. А вот это у нее для выступления. Вот такой, такие торбазики. Она танцует, выступает. Что она делает? Шаманские танцы. Вот видите, какая еще. 79 лет еще говорят. Что там ты, наверное, неправильно говоришь, а? Женя, читаю. 17 лет надо говорить. 17 лет, конечно, 18 лет. Продумать сегодня надо, кого бы вы хотели видеть своим парламентарием, кому вы доверите свою судьбу, судьбу народа. И поэтому надо сегодня продумать, как это сделать. Долго мы думали. Это еще не конечный результат, понимаете? Квоту дать не пройдет в Центральном избиркоме. А вот как этнограф, как с филологами я разговаривала, может быть, нам сделать так. По признакам языковых семей. Серьезные вопросы? Серьезные вопросы. Мы не готовы совсем. И опять потом мы будем говорить. Ведь сколько писем идет. Просто плакать мне хочется, когда я читаю с места. Мы былинка у тропы. Мы былинка у дороги. Это правда, это метафора, но это правда. Нас топчут. Нас там, да все права, у каждого советского человека права декларированы, лозунговые. Настоящих прав нет. У любого советского человека, вы понимаете, говорю, что обо всех нас, у малых и у больших народов. И поэтому в парламенте должны быть мы достойно представлены. Пока есть такая возможность. Пожалуйста, дорогие мои, подумайте хорошо. Там нужны талантливые юристы, талантливые наши парламентарии. Вот поехали, чтобы там работать. Ведь в зале прекрасно там, все сидят. Мозги видно, вот как, помните, Райкин, шевелятся, сидят, шевелятся. Каждую статью они вылизывают. Ну, конечно, люди, 11-е заседание рабочей группы. Я всего третий раз была в этом году. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добро пожаловать в Казахстан Добро пожаловать в Казахстан Субтитры создавал DimaTorzok